Всем добрый день, сегодня у нас в гостях врач-невролог Богдан Катеревский. Здравствуйте, Влада. Здравствуйте. Вопросов у нас очень много, я думаю, начну. Вот такой вопрос, он приходил на сайт, с какими проблемами нужно идти к неврологу. Как понять, что не к невропатологу, не к психиатру, а именно к неврологу? Некоторые просто путают вот этих врачей и не понимают, чем занимаются эти врачи. Ну, невролог на самом деле достаточно обособленно находится от психиатра, занимается лечением головные боли, головокружения, если вот у вас такое непонятные головные боли, боли в спине, в позвоночнике, боли в ногах, пекут стопы в ногах, неврит лицевого нерва, ну то есть перекос на лице или боли на лице, это тогда неврит тройничного нерва. Ну, есть еще там целый ряд заболеваний, там рассеянный склероз, энцефалит, полиневропатия, инсульт, самое главное, конечно. Вот этим занимается невропатолог. Немножко занимается, конечно, такими психическими небольшими нарушениями, как невроз, депрессия, ну такие в легкой форме, в легкой или средней, а уже в такой более тяжелой форме, невроз, депрессия, панические атаки, это уже больше психиатра занимается. А что вообще такое неврологические нарушения и вообще, как вообще проводить их профилактику? С чего начинать нужно? В любом случае, здоровый образ жизни, активный образ жизни, такая физическая нагрузка, это уже будет профилактика, особенно от таких заболеваний, как там боли в позвоночнике. Ну, есть, конечно, такие заболевания, как рассеянный склероз, там большой наследственный фактор, то есть, как бы очень сложно тут с профилактикой. Ну, в любом случае, как и при любых других заболеваниях, патологиях, ну, как бы здоровый образ жизни, позитивные эмоции, как это там, не банально, это, как бы, самая лучшая профилактика. Преодоление, ну, как бы, нормальное преодоление стрессовых ситуаций, тоже важный момент, когда, как бы, ну, мы стресс не загоняем вовнутрь, а преодолеваем его. Ну, как бы, неврология перекликается из психологии, из психиатрии. Поэтому это тоже, как бы, важные моменты. Есть ли какое-то особое питание или здорового питания недостаточно? В любом случае не переедать. В любом случае питание, как любой диетолог скажет, принимать, кушать, питаться, принимать еду только, когда есть достаточное чувство голода. Если вы, как бы, поели, потом через час вы опять перекусываете и так далее, это, в любом случае, не очень хорошо даже для, для, не только для желудка, но и для позвоночника, как мне не странно, для каких-то неврологических проблем. Много жареного, много жирного атеросклероз сосудов. Будет со временем атеросклероз сосудов. Даже, может, в 35-37 лет быть уже атеросклероз сосудов. Чем это плохо? Вероятность инсульта. То есть сосуды могут суживаться. Когда суженные сосуды, жесткие стенки, склеротический тромб, может легко, как бы, забиться в этом месте. Инсульт, инфаркт. Поэтому питание очень важное значение имеет для неврологических заболеваний. Сейчас инсульты часто стали встречаться у 30-ти лет? Инсульты немножко чаще за последнее время встречаются в более молодом возрасте, до 50-ти лет. Это тенденция, наверное, лет 15-ти последних. Этих, как правило, но инсульты бывают ишемические, то есть когда тромб закуперивает сосуд, получается инфаркт мозга. И бывают геморрагические, когда идет разрыв сосуда и кровоизлияние в мозг. Так вот, у молодых в основном происходит геморрагический инсульт. Как правило, скорая везет в нейрохирургию, в отделение нейрохирургии. Так что, ну, такая тенденция, к сожалению, есть. Потому что неправильное питание, образ жизни, легко, как бы, ну, большая вероятность разрыва сосуда в связи с тем, что атеросклеротические поражения сосудов, да, и так далее. То есть вероятность разрыва сосуда больше. Атеросклероз сосудов плюс высокое давление, плюс стресс, вот, предпосылка для инсульта, особенно геморрагического. И у молодых в том числе. То есть это правда, да, что неврологические проблемы, но очень сильно помолодели, да, последние 10 лет? Да, да, помолодели, это не такая уж какая-то жесткая тенденция, небольшая тенденция есть. Как инфаркт помолодел, ну, инфарктом кардиологи занимаются, так и инсульт. Незначительная такая тенденция, но такая тенденция есть. Вообще какая статистика по инсультам в Украине, возможно, вы знаете? Я вам точно сейчас статистику не скажу, я скажу только выживаемость по инсультам. Где-то примерно, когда ишемический инсульт, выживаемость до 80%, 75-80%. Другой вопрос, что большая инвалидизация, то есть очень много людей остаётся, слабость руки в ноге так и остаётся. Если же геморрагический инсульт, то, что мы сейчас говорили, у молодых, там выживаемость намного меньше, около 20%, когда кровоизлияние в мозг. Поэтому геморрагический инсульт, если человек выжил, он восстановится. Как правило, 90%, 80% что он восстановится. Руки, ноги, как бы не будет порезов, инвалидизации, но выживаемость очень низкая, независимо, молодой это или пожилой возраст. Геморрагический инсульт, он как бы намного всегда страшнее и хуже. Но прибавилось ли работы неврологом в сравнении с 80-ми, 90-ми годами? Прежде всего прибавилось работы не неврологом, а нейрохирургом, потому что именно геморрагические инсульты, участились. И этих людей везут в нейрохирургию, там делают очень часто операцию, то есть, как бы, отсасывают кровь. Поэтому нейрохирургом работы прибавилось. Что касается неврологов, рассеянный склероз немножко участился. Раньше он был преимущественно, ну, очень преимущественно на Западной Украине, на Западных областях, сейчас как бы он более распределен по всей Украине. Энцефалиты немножко чаще стали. Но это не какая-то там угрожающая тенденция, как рассеянный склероз, энцефалиты, они стали немножко, немножко где-то чаще, немножко больше. Но не угрожающе. Почему на Западной Украине Российный склероз? Не только, не только, но если взять географию, если взять чистоту, почему-то в тех областях намного чаще. Никто не скажет, почему именно так, какие-то там факторы наследственные, что-то еще. Рассеянный склероз встречается везде, и в Киеве, и в Луганске, но там он все-таки чаще, именно поэтому заболевал. Сложно сказать, почему именно так. Паркинсона и Эльцгеймера, это немножко как бы разные заболевания. Паркинсона – это дрожание в руках. Если говорить простым языком, и то, и другое – это быстрая старинная мозга, быстрая атрофия мозга. Важный, как бы, наследственный фактор. Важный. Второй момент, опять-таки, неправильное питание, то есть очень много жареного, жирного переедания, ранний атеросклероз. Он тоже может привести к атрофическим изменениям в мозге. Эмоциональный момент. Люди, которые, ну, как правило, эмоциональны, чрезмерно агрессивны, у них большая вероятность, большая вероятность Альцгеймера, как бы, вообще Альцгеймера. Ну, то есть, Альцгеймер – это вид слабоумия, вид деменции. Деменция – это более широкое понятие. Есть среди деменции Альцгеймера, есть просто деменция. Но в любом случае, это атрофические изменения в мозге, это более быстрое старение мозга. Что касается паркинсонизма, там тоже идёт атрофия мозга, определённых, как бы, структур мозга, которые приводят к дрожанию в руках, которые приводят к скованности. Есть такие препараты, которые ускоряют вот эти процессы. Ну, например, цинерезин, физам. Принятие их где-то в течение месяца, двух, трёх, не даст никаких плохих, так, эффектов. Но если их принимают постоянно, если люди не знают, что их опасно принимать постоянно и принимают, не советуются с врачом, это то, что может усилить паркинсонизм. Потому что цинерезин истощает структуры мозга, которые отвечают за тремор, за дрожание. И вот постоянный приём этих препаратов может усилить, а может даже привести, как бы, к явлению паркинсонизма. Поэтому это тоже важно знать. Цинерезин, это действующее вещество цинерезина. Разные там фирмы по-разному называют препараты. Цинерезин постоянно принимать не надо. Месяц, полтора, не больше. Таким образом. Достаточно, да? Полтора, раз в полтора месяца. Да, да, да. Больше не надо абсолютно. Чтобы принимать полгода, ну, как бы, будет плохая тенденция. Не улучшение, а ухудшение состояния. При ухудшении памяти люди сразу, ну, стараются подлечиться препаратами, которые предлагают рекламу, или, благодаря советам фармацевтов. В таких случаях надо прижать помог неврологу. Ухудшение памяти, в основном занимается невролог, ухудшение памяти, это такая вещь, которая лечится сложно, тяжело. Все имеет обратную сторону. Вот препараты для улучшения памяти, цинорезин, то есть не цинорезин, пироцетам, ноотропил, они имеют обратную сторону. Они очень хорошо и заметно помогают молодым. Вот студенты, когда сессия, часто пьют пироцетам, ноотропил, он, как бы, усиливает насыщение мозга кислородом, он снижает порог насыщения кислородом. И действительно идет улучшение памяти, но обратная сторона, мозг, как бы, возбуждается немножко и ухудшается сон. Но это обратная сторона. Пожилым людям эти препараты помогают намного меньше. Пироцетам, ноотропилы, такого типа. И у пожилых людей часто нарушается сон, ну, достаточно на длительное время. Поэтому, если людям после 60, лучше принимать препараты для улучшения памяти утром, днем, на ночь не принимать. Ну, или принимать такие растительные препараты типа гинкобилоба. Гинкобилоба, на его основе тоже сделаны многие препараты. Может, он не так эффективен, как вот эти синтетические пироцетамы, но, тем не менее. И есть еще препараты более сильные, это я назвал пироцетам, ноотроп, есть более сильные, так называемые нейропротекторы, которые в последнее время применяются лет 15, и которые, как бы, ну, более заметно улучшают работу мозга, ну, как бы, восстанавливают, улучшают память. Вот, я не знаю, там, стоит ли называть сам препарат, да, ну, вот, например, цироксон или нейродар, это считаются самые сильные препараты для улучшения мозга, для улучшения памяти, которые вот, применяются в последнее время. При инсульте их также назначают, даже при слабоумии у детей часто есть заметные, как бы, заметные эффекты от таких препаратов, как цироксон. Часто ли люди обращаются с этой проблемой? Например, молодые в ухудшении памяти? Да, часто. И молодые обращаются, 30-40-летние, пожилые люди как раз приходят, обращаются не только на ухудшение памяти, но и на шум в голове и так далее. У молодых бывают такие проблемы. Это может быть следствие, во-первых, перенесенного заболевания в прошлом, ну, например, энцефалит. Бывают даже такие энцефалиты, которые люди не особо замечают, что он прошел. Или следствие травмы головы. Тоже так называемая энцефалопатия посттравматическая. Или злоупотребление алкоголя, алкогольная энцефалопатия. Бывают просто при ВСД вегетососудистой дистонии, как ни странно, но частые спазмы сосудов, ухудшение кровообращения при вегетососудистой дистонии тоже может вызывать какие-то кратковременные ухудшения памяти. Еще такой момент шейный остеохондроз. Там через шею идут два больших сосуда позвоночной артерии. То есть две трети крови поступают через сонную артерию и одна треть через позвоночную. И выраженный остеохондроз шейный или смещение в шее позвонков может тоже ухудшить кровоток в голове и ухудшить память. Поэтому на это тоже надо обратить внимание. Массаж в ротинговом области помогает. или упражнение для головы для шеи например головой писать букву алфавита носом по воздуху как бы описывать букву алфавита тоже улучшает кровоток в голове и улучшает в плане памяти. Идет улучшение. Правда что бесконец опасна и она может привести к серьезным неврологическим нарушениям? Да вот я приведу пример почему белая горячка бывает у людей которые в запое не столько потому что они пили неделю поэтому тоже а потому что человек в запое 5-6 дней пьет и постоянно пьет и в основном спит а потом 3-4 дня он насытился сном 3-4 дня он не спит и от того что он не спит несколько дней идет гипоксия мозга идут галлюцинации то же самое при амфетамине там в некоторых наркотиках идет в начале возбуждение потом сонливость потом опять или в начальном этапе там при амфетамине идет возбуждение человек не спит несколько дней то же самое если не спать 3-4 дня совсем будут галлюцинации будет истощение мозга я уже молчу про психическую сферу там раздражительность неадекватное поведение а когда часто часто проблемы со сном идет частая гипоксия мозга то есть недостаточность поступления кислорода в мозг и со временем это приводит постепенно постепенно к таким атрофическим таким инвалидивным процессам ну то есть быстрее может прийти тот же партинционизм тот же деменция слабоумие ну как бы раздражительность эмоциональные моменты поэтому плохой сон часто плохой сон это все накапливается и со временем там могут быть как бы плохие последствия проблемы как вообще бороться с бессонницей бороться с бессонницей первое самое лучшее это нагрузка уставать достаточно уставать потому что какая-то сверхнагрузка тоже может дать бессонницу физическая нагрузка там походить погулять час-два вечером перед сном потом ну как бы не есть на ночь не переедать на ночь и выработать режим ну то есть если человек страдает бессонницей ну постараться так уже что ложиться спать часов в 11 10 в 11 12 вставать пораньше вот выработать такой режим если он не может как бы если бессонница его преследует годами и так далее ну еще эмоциональные моменты бессонницы какие-то там не стрессовые ситуации бывшие непреодоленные стрессы оно все накапливается какие-то моменты которые человека тревожат и это тоже может призывать к бессоннице приводить к бессоннице ну поэтому ну есть еще в крайнем случае варианты успокоительные препараты которые там для улучшения сна тут же донормилан продается без рецепта вот или витамилатонин но это в крайнем случае если уже не помогает образ жизни как бы нормализовать наладить надо уставать вырабатывать свои силы надо уставать тогда будет более не менее нормальный сон люди которые устают за целый день как правило спят нормально а которые постоянно в тревоге в сомнениях то будет и не вырабатывается физически то будет плохой сон вопрос как распознать что боли спине не анголовские остеохондрозы которые есть у всех из которых мы живем а проявление патологии какого-то внутреннего органа распознать на самом деле не сложно первое невропатолог смотрит как бы щупает позвоночник нажимает точки вдоль позвоночника и уже это первое первое как бы определение почему это позвоночник или не позвоночник второе ну желательно да когда боли в пояснице боли в спине желательно исключить другую патологию по гинекологии у женщин по урологии даже проблемы с желудком могут давать как бы ощущение боли в спине поэтому для начала если это боли уже такие длительные не сомнительные лучше сделать или рентген позвоночника или мрт иногда рентген иногда достаточно часто более информативен чем мрт для позвоночника поэтому ну всегда надо посоветоваться с врачом что лучше сделать в данной ситуации желательно когда боли в спине направить пациента к женщину гинекологу или к урологу мужчину чтобы они исключили свои проблемы свои патологии конечно там надо исключать не дай бог метастазы в позвоночник остеопороз в позвоночнике это как бы все делает ну это все как бы с помощью рентгена или мрт были случаи когда боли в позвоночнике были длительно лечили спину лечили позвоночник а потом оказалось что это онкология рак желудка который отдает позвоночник и уже было как бы поздно поэтому желательно распознать это все на раннем этапе но это не значит что вот какая-то боль в спине все надо максимально по полной обследовать весь организм то есть как бы грамотный невролог он как правило с первой консультации скажет это позвоночник или это какая-то другая патология какие неврологические заболевания сейчас встречаются чаще всего у новорожденных можно чтобы сложно я с детьми занимаюсь постольку поскольку поэтому так не скажу но иногда приводят детей эпилепсия бывает часто но лучше чтобы это упустить в этот момент новорожденных еще спрашивают правда ли что дергающийся глаз может быть свидетельством серьезных нарушений в организме как правило дергающийся глаз дергающийся глаз это или нервный тик утомление эта проблема может быть с глазами то есть утомляются глаза от монитора от работы насколько это причина каких-то серьезных проблем в организме вряд ли если есть какие-то процессы в мозге в голове тут будет не только дергающийся глаз дергающийся глаз тут будет века опущена тут будет какой-то перекос на лице поэтому просто дергающийся глаз ну это преувеличение что это единственное можно списать еще на какое-то там нарушение обмена магния кальция вот поэтому считаю что это преувеличение что это говорит о каких-то серьезных проблемах какие-то витамины надо припить в таком случае витамины группы В лучше всего какие-то проблемы по неврологии там боли в руках в спине всегда витамины группы В данном случае когда дергается глаз магний В6 лучше всего магний В6 где-то 3-4 недели попить лучше всего он помогает в этой ситуации и обратить внимание что скорее всего устают глаза переутомление идет поэтому идет дергание в глазу магний магний большая легкая успокоительная да это препарат который укрепляет нервную систему он успокаивает он идет как успокоительная в вопрос люди стали очень метеозависимыми реагируют на погоду на мгнитные буря посоветуйте как это все легче переживать метеозависимость сейчас тоже присущ не только пожилым людям но и молодым это тоже может быть следствие вегетососудистой дистонии это может быть следствие каких-то гормональных сбоев то есть зависимость от погоды как этого избегать опять-таки укреплять сосуды укреплять нервную систему вот утром проснулись взяли полотенце смочили холодной водой порастирали руки ноги голени там контрастный душ тоже как бы хорошо то есть то что укрепляет сосуды ну я уже таким радикальным мерам не призываю купаться в водоемах осенью в октябре но вот такие моменты тоже как бы укрепляют то что физическое укрепление на контрасте то есть холодная вода теплая вода растирать укреплять физическая нагрузка ходить пешком там по 5 километров в день тоже это уменьшит метеозависимость если сидеть как бы постоянно дома кутаться бояться холода она будет только увеличиваться и ничего тут не будет помогать вот а специальных каких-то препаратов для этого не существует и еще скажу насчет вегетососудистой дистонии но последнее время говорят что такого диагноза нет но на самом деле такое понятие существует вегетососудистая дистония это это тонус сосудов это расслабленные сосуды это вялые сосуды или наоборот спазмированные напряженные сосуды за рубежом тоже есть такой диагноз но он немножко по-другому называется вегетоневроз вид невроза то же самое у нас можно сказать вегетососудистая дистония это невроз это невроз эмоционально это невроз сосудов отсюда метеозависимость и другие моменты к чему она вообще может перевести сосудистая дистония просто они ей очень много говорят в последнее время говорят что она почти у каждого сейчас сосудистая дистония это такое широкое понятие сюда входят и перепады настроения и головные боли и головокружение и очень сильные головокружения и бывают даже потери сознания и тревожное состояние как бы ну если пациенту написать что у него невроз или генерализованный невроз это как бы не всем очень понравится это будет как-то так немножко пугать поэтому можно вот такой еще советских времен остался диагноз такой удобный широкий такой всеобъемлющий это как вегетососудистая дистония сюда входят и боли в сердце и от дышки то есть это функциональное состояние которое мы не находим как бы причину его делаем МРТ делаем еще какие-то обследования УЗИ сосудов а причину не находим а человек плохо себя чувствует голова кружится болит голова почти каждый день тошнит там тревога вот это подводим под диагноз вегетососудистая дистония вот и все тут как бы я не думаю что это неправильный диагноз это диагноз тоже имеет право на существование ну или можно написать вегетоневроз или генерализованный невроз в зависимости от стадии выработки этого но если меня на ней ведет к чему-то еще повезет а да вопрос к чему она может привести как правило ни к чему плохому она не приведет кроме дискомфорта кроме головных болей спазмов сосудов со временем если есть такая дистония еще по гипертоническому типу то есть часто давление высокое вот если в молодости начнется высокое давление высокое высокое то лет через 15 это может привести к гипертонической болезни вот это основное к чему может привести вегетососудистая дистония к инсульту она вряд ли приведет к чему-то еще к энцефалиту она тоже не приведет вот только гипертонической болезни Ну и к повышенной метеочувствительности. Вопрос. Какие ключевые моменты профилактики лечения заболевания опорно-двигательного аппарата? Профилактика лечения опорно-двигательного аппарата. Первое. Тут наследственные моменты. Никуда от этого не деться. Второе. Если говорить о позвоночнике, без физической нагрузки достаточной, ничего не будет. Ходить пешком, иногда ходить на плавание. Позвоночник любит такие умеренные нагрузки. Позвоночник не любит какие-то жесткие занятия в зале, фитнес, поднятие тяжестей. Нагрузка с тяжестями должна быть, ну такая небольшая, относительная. Позвоночник не любит бег. Когда бегать, когда идет постоянно как бы сокресение. Позвонков между собой. То есть такая естественная, нормальная, умеренная физическая нагрузка. Не на уровне спортсмена, а на уровне, ну такой достаточно, физкультуры. И второй момент. Избегать того, что выводит, способствует выведению кальция из позвонков или из межпозвонковых дисков. То есть, когда много кофе, это тоже выводит кальций из позвоночника, из межпозвонковых дисков. Ну то есть, 5-6 чашек кофе в день, это очень много. Одна-две чашки кофе в день, это нормально. Или питание неправильно, опять-таки. Очень, ну когда много жареного мяса, когда много жирного, жареного, это тоже способствует нарушению обмена кальция, натрия. И выводится, как бы, кальций из позвонков, из суставов. И вероятность остеохондроза всегда здесь выше. Достаточно получения кислорода должно быть еще позвоночником. То есть, спать на более жестком. Подушка должна быть более низкая, более жесткая. Спать желательно с открытой форточкой, даже зимой. Чтобы, как бы, мозг питался кислородом. И, соответственно, будет и позвоночник тоже, как бы, насыщаться кислородом. Ну и стараться ходить стройно, сидеть стройно. Делать можно какие-то упражнения для позвоночника. Ну, элементарные. Например, как бы, ложиться на пол. И такие движения, как плечи в одну сторону, ноги в другую пошли. Ну, как рыбка на полу в горизонтальной плоскости. То есть, вытяжение. Надо ощущать небольшое такое вытяжение позвоночника. Лечение позвоночника бывает активным и пассивным. Активное – это вот то, что я назвал. Упражнения, ходьба, пассивные – это массаж, мануалка. Активное лечение дает гораздо больше пользы, чем пассивное лечение, массаж.